Привет, ребятки. Еду я на проводе. Чувствую себя намного лучше. Видите голос? Валялась я вчера валялась. Сегодня опять с утра валялась. Да валялась. Спина была. Эть, почки отказываете. Хорош валяться. Померила температуру, не за бортом, температуру тела. Плюс 36. Все. Вылечились. Думаю, хорош питаться заморозкой. Хорош это самое. Быстренько в душу. Сейчас я посушу волосы. Решила достать. Тут у меня такая индюшачья галышка. Не галышка. Их тут две. Короче, я их ставлю в холодную водичку. Вчера, конечно, и борщ сошел. И то я его в себя просто запихнула. Но сегодня решила. Все. Я лег. Подрывайся. Потому что завтра на работу. Сейчас вы спросите, что с пяточками. Ну, что я вам могу сказать. После душа я заметила, что шершавость на пятках повысила. Но пока еще ничего не облезает. Так что подождем, пока начнет облезать. Потому что пока показывать нечего. Омываемого тела стало намного меньше. Так что начнем экономить мы, так сказать, банные гелии и все такое прочее. Пойду-ка я высушу волосы. Приведу себе в порядок. Настирала Луиджину. Надо пойти ему еще где-то. Кое-что перегладить. Заодно на огородике вверх лук-порей. Вот так вот. Так что у нас на сегодня задание. Приведести себя, так сказать, в божеский вид. Погода-погода уравновесилась. Ветра нет, солнышко. Все хорошо. У нас с вами тоже. Пошла я. Все. Хорош прихорашиваться. А повороны украдут. Сейчас, знаете. Они еще не совсем разморозились. Не старше. Сейчас я дам закипеть. Первый бульончик я солью. Будет шито, крыто, мыто. Что я хочу сделать, ребята. Есть у меня сельдерейчик. Я его покупала, конечно, для витаминового салата. Но я думаю, что он уже потерял свою упругость. Как и я во время болезни. Сейчас посмотрим. Так что, ничего выглядит. Солуживой сельдерейчик. Но все равно. С него мы сделаем вкусный соус. С этого сельдерейчика. Тут у меня нет уже у тех зеленых грубых веток. Остались те, которые беленькие, которые даже чистить не надо. Потому что помните, что у сельдерея есть вот такая ниточка. Ну, это уже не ниточка. Это я уже пол сельдерея зацепила, так сказать. Это я уже чистить не буду. Хотя можно экономкой пройтись. Потому что если ножом, я сейчас с него просто все сниму. Можно вот так вот слабенько. Пройтись, лишние ниточки срезать. Хотя их тут еще ладно, говорю. Практически нет. Итак. Корешки у нас пойдут на вкусный соус. Вершки у нас пойдут как заправочка для бульона. Потому что эти ляшечки сварятся. У меня останется на вечер бульончик. Сейчас мы уйдем к вами нескольких зайцев в один вестрелок. Так, что тут у нас еще? Петрушка. Стала жовтенько. Это все мусорку. Понятно. Понятно. Что уже и каплю. Перевод продуктов получается. А на огороде мы сольем лук-порей. С него-то мы и сделаем себе витаминный салатик. Я, кстати, сегодня утром уже услышала запах хлорки, когда туалет мыла. Это уже говорит о том, что у меня вернулся нюх. Нос. Нос дышит. Горло. Ну так, я его еще слышу, но это уже не боль. Это уже нормально. Так что все ваши советы, ребятки. На следующий год давайте все дружно делать прививки от гриппа. Потому что если мы его и застанем, наш грипп, то это будет в какой-то легкой форме. И не надо будет. Я еще так не попадала. Я еще на такую. Чтоб вот это 10 дней подряд. Сопли и все остальное. По ночам, чтоб не дышать. Один день меня вообще перекатило. Глаза по 5 копеек. На лук лезут. Не вдохнуть, не выдохнуть. Вот так вот. Так что лучше не болеть. Ну его в такой томатин. Правильно? Так, все, ребятки. Значит, закипает у нас. Сейчас Наташа вот эта билиберда. Мы снимем. Мы сольем первый бульончик. Сольем чистой водичкой и пусть варится. А потом увидим. Итак. Первый бульончик на без жалости выливаем. Закипела у нас. Обласкиваем. Солубной водичкой. Все это жабурыня, так сказать. Все это жирно. займемся среди речек лохматость место вот эти ножки мы сейчас порежем кусочки на брусочки кому как нравится фитнес соус будет со сливочным маслом такие вот если много сейчас я наверно еще по листиков которые которые со срединки сюда можно таким же макарами добавить наш лук-порей так заготовочка есть сбегала я вырвала лук-порей смотрите так сказать наши ляшечки уже начинают открываться то есть они уже готовы бульончик я бросила наши перья сейчас мы его процедил и будет нам просто бульончик не хочу ничего чуток посолила потом еще поперчу и сейчас мы займемся вот этой вот трепухой если хотим мы еще к этой трепухе добавим вот этот кусочек лук-порей будет вкуснее ну что начинаем ребята идут прямые сообщения с кухни народа совсем нет это вообще от вас про лилёк выйдет на разберется шопачу так налила совсем чуток воды чисто покрыть донышко включаю большой огонь высыпаю сюда сельдерейчик нам его надо чуток как бы проварить это займет у нас всего пару секунд и в то же время я сюда же нарезала наш кусочек лука-порей добавляю не стесняемся будет вкусно это я вам обещаю лишь кряпок к душе чуть-чуть сольки граммочку я не люблю всяких соевых соусов всяких добавок предпочитаю чисто такой вариант соль и перец и сейчас вот это у нас на большом огне должно как бы чуток притушиться она быстро притушится накрывать не будем тут у меня мирно булькает еще мой бульончик пусть я люблю чтобы мясо было такое хорошо сварено и в это же время видите травушка муравушка я ее помыла она уже подсохла это так сказать наша горчица дадим нашим болезням витаминчиков для салата у меня зеленый лучок ждем с итак смотрите ребят главное что вода не выварилась и не началась так сказать пригорать протушилась стала мягенькая у меня тут граммов 20 сливочного маслица не боитесь на фигура это не повлияет дадим ему протушиться со сливочным маслом в это время я процедила бульончик помыла такой маленький перчунчик и сюда бульк все бульончик готов по соли по перцу хороший так что вот это будем лечить наш так сказать нашу горлянку перчиком и всем прочим это дело помешиваем не забываем как бы должно сливочное масло обнять наш тендерельчик обнять поцеловать сказать за хобби дорогой гост и будешь лилек уже стоит тут слюньки глотает скажите какой может давать запах сельдерей вот сейчас мы уже прикрутим на маленький огонь хороший запах ребят поверьте что запах хороший было бы это вода водой было бы это фигня фигней а так как это со сливочным маслицем так лилек не стучи по мозгам не буду среди речек стал мягенький и тут у меня есть капушечка лимонного сока и моего раз туда для остроты ощущений добавим чуток лимонного сока и пусть он еще чуть-чуть нам упарится но еще чуть-чуть я хочу чтобы жидкости не было а была вот это вот жирненькая юшечка которая обнимет наш среди речек так в это время бульончик нам тут не нужен уходи потому что нам надо заняться мяско мы мяско тоже хотим вкусненько побольше сковородочку ставим не велика тут плита разобранная поэтому ничего не помещается комбайн стоит так ну шо еще кусюнчик маслица найдем чтобы свою недель хороших закромах родины последний кусочек но есть смазь зюкиваем нашу сковородку нагреваем можно это сделать на оливковом масле что-то мне давно хочется сказать сливочного вкуса видимо давно ничего такого не ела вот эти наши ляшечки с двух сторон обжарим на сливочном масле и это будет самое так на вечер у нас есть бульончик одну ляшечку осилим а вторая будет ждать своего часа вот уже у нас сельдерей чик начинает мне нравится но еще чуток еще минутки 3-4 итак на вас идет дымок я извиняюсь я уже напишу вот такая у нас ножка вот такой у нас сельдерейный так сказать соус не соус заправка не заправка заправка для фитнеса половинку на следующий раз это все вместе вот так вот за бульбенем перемешаем это нам будет на следующий раз она сейчас вот у нас вот такое вот блюдо ребятки мы сюда капнем оливкового маслица взбрызнем это еще разок соком лимона солька перчик уже у нас по вкусу доведено делаем легкое движение лимончиком и все и так сказать боремся с нашими недугами не дугами не дугами сюда еще добавим для следующего раза 5 за 2 секунды мы с вами приготовили вкусный витаминный обед выздоравливаем никому не болеть алена в это время мне уже заказала авиабилет так что ребята отпуск не за горами пока